Что означает падение? Почему предметы падают вниз? Может в центре Земли есть некая сила, которая все притягивает к себе? Сегодня мы начнем с простого вопроса. Что заставляет нас падать? 1905 год стал годом чудес. Эйнштейн, эксперт Бернского патентного бюро, представил свою специальную теорию относительности. Она полностью изменила представление об абсолютном и относительном. В начале 20 века в научном мире бушевали споры о теориях, имеющих отношение к бесконечно огромной Вселенной и к миру бесконечно малых частиц. Поиск научной истины — чрезвычайно увлекательная одиссея. Чтобы раскрыть тайны Вселенной, физики преследуют свет. Свет Физика света Токио, известный своей утренней суетой, сегодня выглядит несколько странно. Люди останавливаются на пути. В чем же дело? Кажется, в небе происходит что-то необычное. Последний раз такое явление наблюдали в Токио 173 года назад. Утром стало темно, как ночью. Подобное зрелище можно увидеть раз в жизни. Атмосфера становится напряженной. Максимум ежегодного солнечного затмения приходится ровно на 7.20 утра. В этот момент раскрывается секрет. Солнце прячется за Луной. Один ярый сторонник Эйнштейна сумел заглянуть в тайну этого явления. В 1919 году некто Эддингтон в Англии наблюдал солнечное затмение в телескоп. Его занимал один вопрос. Искривляется ли луч света под воздействием гравитации? Фильм второй. Свет и пространство. Общая теория относительности. Во время затмения Солнце, Луна и Земля выстраиваются на одной линии. Луна перекрывает Солнце, создавая мрак. В этот момент на небе можно увидеть звезды. Это означает, что звезды, расположенные за Солнцем, увидеть нельзя. Тем не менее, Эддингтон сумел запечатлеть эти звезды своей камерой. И это событие оказало решающее влияние на жизнь одного молодого человека. Его звали Альберт Эйнштейн. Ему было 27 лет. Он был физиком. За год до этого он уже опубликовал специальную теорию относительности. Но это мало изменило его жизнь. Он только что получил повышение в патентном бюро, в котором работал. У него подрастал сын. Жена его тоже была физиком, но совершенно не могла проникнуть в смысл эзотерических теорий своего мужа. Эйнштейн был озадачен тем, что его специальная теория относительности оказывалась неприменима к гравитации. Специальная относительность касалась объектов, движущихся с неизменной скоростью. А гравитация была связана с ускорением. Что означает падение? Этот, кажущийся простым вопрос, стал вызовом, брошенным Ньютону. Гравитации Эйнштейн Огонь Продолжение следует... По природе находится огромный архив научной литературы. А какая самая ценная книга в этом учреждении, основанном в 1660 году? Это математические начала натуральной философии сэра Исаака Ньютона. Все три тома написаны на латыни. Вот эта рукопись была отправлена типографом. Подлинный экземпляр математических начал. Одна из самых значительных книг в мире. Значимость ее в том, что здесь представлены идеи Ньютона об организации Вселенной. Ньютон опубликовал эту книгу в возрасте 45 лет. Но размышлять над большинством изложенных вне идей он начал в 20 с небольшим. Главный вопрос, который привел его к пониманию принципа существования Вселенной... Почему мы падаем? Ньютон вернулся в родной город в возрасте 23 лет. Дело в том, что университет закрыли из-за эпидемии. 1665 год, когда Ньютон вернулся, назвали Годом Чудес. Он прожил в доме своего детства два года. Все это время он размышлял над вопросами философии и математики. Все окружающее представляло материал для исследования. Например, он задался вопросом, почему на Землю падает все, кроме Луны, висящей в небе. Почему Луна не падает на Землю? Может быть, существует какая-то сила, заставляющая Луну вращаться вокруг Земли? Такие вопросы возникли у Ньютона. Они подрывали основы космологии, господствовавшей в умах человечества на протяжении двух тысяч лет. Как они все существуют там, на небах? Такие чудесные, такие прекрасные. Почему все предметы падают на Землю за исключением Луны? Аристотель объяснял это тем, что небо и Земля подчиняются различным законам. Он считал, что Земля несовершенна, а небо — совершенно. Поэтому движение небесных тел отличается от Земли. Он утверждал, что орбиты небесных тел представляют собой идеальные окружности. Поэтому они не сталкиваются друг с другом. Он полагал, что Земля находится в центре всех этих небесных тел. Но в отличие от неба, Земля — несовершенное и нестабильное место, которое постоянно изменяется. Он также считал, что огонь — неизменяемый элемент и является базовым элементом, который входит в состав всего существующего на Земле. Помимо огня есть еще три элемента. Водух Вода И земля Легкие элементы всплывают вверх, тяжелый тонут. Считалось, что все четыре элемента стремятся вернуться к месту своего происхождения. Камни стремятся к тому же. Поэтому падают. Если теория Аристотеля верна, яблоки падают, потому что стремятся вернуться в первоначальное место. Но Ньютон был не из тех, кто принимал на веру подобные утверждения. Почему движения Луны в небе и яблоко на Земле различаются? Для ответа на этот вопрос Ньютон воспользовался законом инерции, открытым Галилеем. Закон инерции прост. Движущиеся объекты стремятся продолжить движение. Когда автомобиль тормозит, наше тело стремится продолжить движение. Когда автомобиль резко ускоряется, нас откидывает назад, на спинку сиденья. Это потому, что мы стремимся сохранить состояние покоя. Движущиеся объекты стремятся продолжить движение. Инертные объекты стремятся сохранить состояние покоя. Как Галилей открыл этот закон? Если поместить шар на наклонную поверхность, лишенную трения, он покатится и поднимется точно на такую же высоту, а затем вернется в первоначальное положение. А если одну сторону сделать длиннее? Шар все равно поднимется на первоначальную высоту. А если одну сторону сделать еще длиннее? Произойдет то же самое. А если противоположную сторону совсем ликвидировать? Шар будет лететь, пока не поднимется на первоначальную высоту. Движущийся объект продолжает движение, пока не встретит препятствия. Этот закон применим и к Луне, и к Мечу. Согласно закону инерции, этот мяч должен лететь по прямой в небо. Но вместо этого мяч летит по дуге и падает на землю. Дело в гравитации. То же самое, если мяч кинуть сильнее. Он пролетит немного дальше, но все равно упадет на землю. Однако, есть один способ не дать ему упасть. Нужно убрать из-под него землю перед падением. И продолжать убирать, чтобы он никогда не достиг земли. Если земля продолжает ускользать от него, получается наша планета. Таким образом, мяч продолжает кружить над планетой. Но на самом деле, он падает. Это и есть теория Ньютона. Эта книга — английский перевод третьей книги математических начал Ньютона. Эта глава называется «Система мира». Английский перевод опубликован через год после смерти сэра Исаака Ньютона. И здесь есть очень изящные гравюры, иллюстрирующие некоторые положения начала. Вот это самая известная иллюстрация. Вы можете видеть электрическую орбиту и демонстрацию гравитации. Есть одно изобретение, которое создано на основе принципов Ньютона. Это искусственный спутник. Подобно спутнику, Луна тоже вращается вокруг Земли. Но почему и яблоки, и Луна падают? Ньютон полагал, что существует сила, притягивающая предметы. И он открыл закон на основе своей теории. Формула Ньютона кажется сложной, но на самом деле очень проста. Есть два объекта. Объекты притягиваются друг к другу. Сила притяжения тем больше, чем больше масса объекта. Иными словами, чем больше будут этот орех и это яблоко, тем сильнее они будут притягиваться друг к другу. Сила притяжения увеличивается, если они расположены близко. С увеличением расстояния сила притяжения уменьшается. Сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния между объектами. Сейчас проведем эксперимент и покажем, как два объекта притягиваются друг к другу. Как и ожидалось, ничего не произошло. Дело в том, что им мешает трение травы. Но если объекты находятся в космосе, где трения нет, они притянутся друг к другу. Это и есть закон гравитации. Как мог Ньютон, не имея возможности поставить эксперимент в космосе, проверить действия этого закона? Ньютон представил яблоко на высоте Луны. Согласно закону инерции, Луна движется по прямой линии. Но благодаря силе притяжения Земли Луна притягивается вниз. Если формула Ньютона верна, яблоко должно упасть на такое же расстояние, как и Луна. это станет доказательством того, что на оба объекта действуют одинаковые силы. Доказательство оказалось успешным. Ньютон должен был быть в восторге от открытия закона движения небесных тел. Ньютон отправил свою работу в королевское общество. Он оформил результаты своего исследования в виде принципов. Объекты, имеющие массу, притягиваются друг к другу. Они притягиваются сильнее, если расположены ближе друг к другу. Здесь, в маленькой английской деревушке, была открыта тайна существования Вселенной. СИГНАЛИИ, СОБЩЕНИЯ ВОЗИТЕСЬ СИГНАЛИИ СИГНАЛИИ Все объекты во Вселенной подвержены закону гравитации. Приливы и отливы тоже объясняются этим законом. Но в этой теории есть одна проблема. Если Луна исчезнет, мы осознаем это через полторы секунды. Дело в том, что свет от Луны до Земли идет ровно полторы секунды. Но благодаря гравитации мы узнаем об исчезновении Луны немедленно. Как только исчезнет Луна, исчезнут приливы и отливы. Это согласно закону гравитации. Свет — самое быстрое, что есть в мире. Каким же образом явление гравитации проявляется еще быстрее? В 1907 году Эйнштейн был погружен в проблемы гравитации. Гравитация не давала ему возможности пойти дальше того, чего уже добился Ньютон. Эйнштейн и Ньютон. У этих гигантов науки было много общего. Они проводили свои исследования вдали от центра научного мира. Оба были на третьем десятке лет, и оба были выходцами из не очень состоятельных семей. Кроме того, оба всегда думали исключительно о физике. Сегодня в здании патентного бюро, где работал Эйнштейн, располагается правительство Швейцарии. В этой комнате работал Эйнштейн. Эйнштейн проработал здесь 7 лет. Но от пребывания блестящего ученого здесь не осталось никаких следов. Только один плакат напоминает о том, что тут когда-то работал Эйнштейн. О чем думал молодой ученый, глядя на свое отражение в зеркале? В какой-то день в 1907 году Эйнштейн, как обычно, размышлял над вопросами гравитации и относительности. Это был тот самый момент. Его попросту осенило. За много лет до того, как человечество отправилось в космос, Эйнштейн представил, что должно там происходить. В данный момент я нахожусь в космическом пространстве, как его себе представил Эйнштейн. На это место не действует гравитация. Гравитация равна нулю. Но когда космический корабль ускоряется, появляется и гравитация. Если ускорение продолжится, мое тело будет отброшено в направлении противоположному ускорению. Точно так же, как нас прижимает к спинке сиденья, когда ускоряется автомобиль. Если ускорение не прекратится, мое тело останется под воздействием гравитации. Чтобы противостоять гравитации, нужно приложить усилия и встать прямо. Стоять прямо значит противостоять гравитации. Итак, чтобы стоять, я должен выпрямиться в направлении ускорения. то же самое, когда мы стоим на земле. Нас прижимает вниз, потому что корабль ускоряется в эту сторону. Земля притягивает нас вниз точно таким же образом. Стоять на твердой почве и в космическом корабле, который ускоряется, одно и то же. Позже Эйнштейн скажет, что это была самая счастливая мысль в его жизни. Он понял, что при ускорении действуют те же силы, что и при гравитации. Если ускорение и гравитация одно и то же, проблемы гравитации могут быть решены решением проблем ускорения. Что значит падение? Ответ Ньютона «Земля и наши тела взаимно притягиваются друг к другу» должен быть полностью пересмотрен. КОНЕЦ Прекрасный прыжок. Но этого дайвера, думающего о красоте, совершенно не интересует, что значит падение. Почему мы падаем? Падение происходит так естественно, что мы даже не задумываемся об этом. Когда делаешь несколько сальто, ты не чувствуешь высоты, не чувствуешь силы тяжести, ты ничего не чувствуешь. Только свободное падение. Вот и все. Ты ничего не чувствуешь. Эйнштейн сказал то же самое. Он сказал, что при падении человек не должен чувствовать собственный вес. В этот момент царство гравитации исчезает. В этом и заключалась самая счастливая мысль Эйнштейна. Почему мы падаем? Кажется, очень простой вопрос. Но ответ на него оказался весьма сложным. Эйнштейну для ответа потребовалось 9 лет. 9 лет нескончаемых проб и ошибок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1909 году Эйнштейн оставил бернское пространство. Патентное бюро и перебрался в Цюрих. Он стал работать экстраординарным профессором теоретической физики в университете, где ранее получил докторскую степень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было время, когда Эйнштейн работал ассистентом преподавателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь в должности профессора он мог сосредоточиться на проблемах физики. Менее чем за два года он смог опубликовать не менее 17 статей. Но по гравитации он не публиковал ничего. Пока это все оставалось у него в голове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так над какими вопросами бился Эйнштейн? Ускорение – серьезная проблема. Ускорение – результат либо изменения скорости, либо направления. Наиболее распространенный тип ускорения возникает в результате кругового движения. Окружность можно представить в виде ряда соединенных сегментов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предположим, что каждый сегмент – это поезд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Согласно специальной теории относительности, поезда при вращении становятся короче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем быстрее они несутся, тем короче должны становиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диаметр круга не изменяется. Не изменяется и значение числа пи. Почему же сокращается длина окружности? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эйнштейн был не единственным, кого занимала эта проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1953 году с проблемой, над которой бился Эйнштейн, столкнулись в столице Соединенных Штатов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Вашингтоне есть мечеть. При ее строительстве возникла проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мусульмане совершают намаз пять раз в день. Этот закон необходимо соблюдать в любой точке мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда строилась эта мечеть, отношение американцев к мусульманам было, мягко говоря, негативным. Было очень трудно получить разрешение на строительство мечети. Но возникла и другая проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мусульмане не могут молиться, как им вздумается. Они должны молиться в определенном направлении. Стих 144. Мы видим поворачивание твоего лица по небу, и мы обратим тебя к кибле. И Аллах говорит, в этом направлении ты будешь доволен. То есть поверни лицо свое в сторону Великой мечети, расположенной в Мекке. И где бы вы ни были, обращайте свое лицо в ее сторону. Повернись лицом к подходящему месту. Это место Мекка. Согласно учению Корана, мечеть строится, ориентируясь на Мекку. Мекка расположена к северо-востоку от Вашингтона. Мечеть находится в Вашингтоне. Попробуем провести прямую линию от Вашингтона на северо-восток. Она пройдет через Францию и дальше в Россию. Но Мекка расположена здесь. Верующие во время молитвы окажутся в неправильном положении. Строительство пришлось срочно остановить. Они обратились за советом в главный центр ислама, расположенный в Каире. Где произошла ошибка? На самом деле, ключ к решению этой проблемы был найден уже сто лет назад в одной из статей немецкого математика Риммана. Попробуем решить проблему с помощью Риммана. Карта мира плоская. А чтобы решить эту проблему, нам понадобится глобус. Снова проведем линию от Вашингтона до Мекки. На глобусе линия идет на северо-восток от Вашингтона. На плоской карте — на юго-восток. Кротчайшая линия на глобусе превращается в кривую на плоской карте. То есть, мечеть была сориентирована правильно. Эйнштейн узнал об открытиях Риммана от своего друга Гроссмана. Эйнштейн применил открытие Риммана к решению проблемы кругового движения. Поезда, движущиеся по кругу, становятся короче, потому что искривляется пространство. А в таком пространстве иным становится значение числа Пи. Искривленное пространство. С этим понятием трудно смириться. Мы слишком привыкли к окружающему нас пространству и течению времени. Через девять лет после счастливейшей мысли, Эйнштейн опубликовал статью о гравитации. Специальная теория относительности оказалась детской игрушкой по сравнению с гравитацией. Давайте попробуем проникнуть в ход мыслей Эйнштейна. Внутри этого корабля на меня действует гравитация. То же самое, если корабль подвесить на веревке. Это то же самое, что ускорение. Я стою внутри корабля, подвешенного в воздухе. Как и в том, что стоит на земле, на меня действует сила гравитации. Но ситуация меняется, если перерезать веревку. Корабль падает, и гравитация исчезает. Если я толкну яблоко там, где нет гравитации, оно будет двигаться по прямой. Мое положение в корабле такое же, как при нулевой гравитации в космосе. Но что происходит, когда корабль начинает ускоряться? Яблоко упадет. Траектория искривляется. Яблоко падает, потому что пол корабля поднимается. На самом деле не яблоко падает, а корабль поднимается. То же самое со светом. Свет также искривляется. Место, испытывающее действие гравитации, такое же, как внутри ускоряющегося космического корабля. Следовательно, луч света тоже искривляется. Пространство, окружающее объект, имеющий массу, искривляется. То же самое с пространством вокруг Солнца. Хотя свет от звезды, находящейся за Солнцем, движется по прямой линии, он проходит через искривленную часть пространства. Эддингтон смог сфотографировать звезды, закрытые Солнцем, потому что свет от этих звезд тоже идет по кривой. Гравитация не сила, которая притягивает. Скорее, она возникает, потому что искривляется пространство. Таков был ответ Эйнштейна. Почему мы падаем? Потому что наши тела следуют за искривлением пространства, естественно создаваемым массой Земли. Эддингтон был директором Кембриджской обсерватории в период после Первой мировой войны. И до него дошли слухи о теориях Эйнштейна. Теория Эйнштейна, в частности, предсказала, что свет от далеких звезд должен искривляться или отражаться гравитационным полем Солнца. Эддингтон решил, что может доказать это, если отправится в экспедицию во время солнечного затмения и сможет измерить отражение, сделав фотографии Солнца во время затмения. В 1919 году он отправился на небольшой островок у побережья Африки, чтобы наблюдать очень редкое явление полного затмения Солнца. Даже сейчас солнечные затмения привлекают толпы любопытных. Во время затмения Эддингтон увидел свет звезды, огибающей Солнце, как и предсказывал Эйнштейн. 29 мая 1919 года Эддингтон опубликовал статью вот с этой фотографией. Эпоха Ньютона завершилась. Началась новая эра. Эйнштейн стал мировой знаменитостью. В 1930 году Эйнштейн и Эддингтон встретились в Кембриджской обсерватории. Эддингтон встретился с человеком, доказавшим ее. Так родилась общая теория относительности. Но чудесная история на этом не закончилась. Эдинштейн Эдинштейн ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На русский язык фильм дублирован компанией «Видеофильм ТВ». «Видеофильм ТВ» «Видеофильм ТВ»